Лидеры стран Персидского залива Кувейт, Бахрейн, Оман, Оаэ и Саудовская Аравия подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром. Документ предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ. Снятие бойкота с Катара — итог 41-го саммита лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который прошел в Саудовской Аравии. По мнению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, долгожданное примирение — важный шаг в противодействии Ирану. «Сегодня мы должны объединить усилия для развития нашего региона и противостояния внешним угрозам, в особенности той, что исходит от ядерной программы Ирана. Также это касается его разработки баллистических ракет и разрушительных диверсионных проектов, которые Тегеран и его доверенные лица перенимают от террористов». Летом 2017 года Египет, Саудовская Аравия, Бахрен и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Эмирата. Позднее квартет сформировал список требований к Дохе, в их числе охлаждение отношений с Ираном, прекращение всех контактов с террористическими группами, закрытие телеканала «Аль-Джазира» и прекращение военного сотрудничества с Турцией. «Саудовская Аравия понимает, что грядет новая американская администрация, администрация Джо Байдена. И она, я думаю, займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии. Так что в интересах Эр-Риада заняться этим вопросом именно сейчас. И для Саудовской Аравии это, вероятно, наименее дорогостоящий из серьезных вопросов, которые нужно решать в настоящее время». США приложили немало усилий для урегулирования конфликта. На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах по нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова